Отрадно, что концепция слышащего государства активно исполняется даже в сельской местности. Так, в населенном пункте Косыстек успешно действует сервисный акимат сельского обрака. В одном здании местные жители могут пользоваться услугами сразу нескольких служб и отделений. В рамках продолжения рабочей поездки Алик Шбикбаев оценил сервисную модель обслуживания в Каргаленском районе. В текущем году в селе Косыстек распахнуло свои двери новое здание сельского акимата. Здесь жителям оказывается ряд услуг, в том числе по земельным вопросам и другим направлениям. Имеется уголок самообслуживания. Всего за 10 месяцев специалистами сервисного акимата поступило 5 обращений. О наличных приемах акиму сельского округа 10 вопросов. В одном здании располагается почтовое отделение и участковый пункт полиции, что очень удобно для сельчан. Если даже в сельском округе такие условия безбарьерные создали, доступно здесь, комфортные условия, если даже в сельском округе, я не говорю о районах, где уже это все давно решено. Вот здесь, если это делается, это большое дело. Так что, смотрите, вы сами говорите, построили административное здание сельского округа, отремонтировали детский сад, несколько улиц у вас там осветили. Я считаю, что все условия созданы. Так что надо работать. И вот еще раз я говорю, вы должны здесь показывать пример честности, порядочности, ответственности. А в райцентре глава ведомства ознакомился с работой отдела по обслуживанию населения. Он был открыт в 2007 году. С населением работают 8 сотрудников. Действуют мобильные группы, а инвалиды обслуживаются на дому. Кроме того, ведется обучение специалистов в сельских округах. В районе имеется 17 уголков самообслуживания. Всего отделом оказывается 698 государственных услуг, из которых 609 в электронном формате. Мы держим под постоянным контролем регистрацию ВМГов людей, чтобы уже в современном виде получали услуги через приложение мобильное, через портал электронного правительства. Потому что поставлена задача до конца года довести данные битвы услуг до 90%. А сколько у вас? На данный процент, на данный момент, по анализу показывает, что у нас 80, где-то 82%. Вы сможете выйти до конца года? Я думаю, да. Кроме того, Алик Шпекбаев посетил ветровую электростанцию Близботамши, которая возведена итальянскими инвесторами. Общий объем инвестиций составил порядка 100 миллионов долларов. Агентство будет осуществлять антикоррупционное сопровождение объекта. К слову, у инвесторов есть и другие грандиозные планы по повышению энергобезопасности страны. Витриные мельницы или солнечные батареи для этого региона и в целом? Для северного региона витриные мельницы более эффективны, так как у них эффективность до 45%. В южном регионе КПД эффективность. Но вы, он говорит, мы за ним строите солнечные? А солнечные планируют в Туркестанской области. Уже выиграли аукцион, планируют в январе начать. А в областном центре глава ведомства посетил теплицу по выращиванию клубники. Здесь собирается урожай ягод с апреля по май. Всего с начала года на закрытом грунте вырастили свыше 20 тонн клубники.